На рассмотрении Государственной Думы Российской Федерации находятся поправки к закону об образовании. Они касаются прав учителей и правил внутреннего распорядка в школах. Среди предложенных нововведений создание специальных комиссий для защиты авторитета учителей, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. При необходимости за помощью смогут обращаться и педагоги, и родители. По правке предлагают также обязательное рассмотрение администрации школ обращений педагога о дисциплинарных взысканиях для учеников, нарушающих дисциплину. Законопроект, предложения, которые внесены, направлены на то, чтобы статус учителя в школе был соответствовал высокому предотвращению, которое он выполняет. Требования к дисциплине на уроках, обязательные к исполнению для всех учащихся, также собираются прописать в законе. Мы помним недавние советские времена, когда правила поведения, они были совершенно очевидны. Нельзя, например, разговаривать на уроке, и в большинстве это соблюдалось. Нельзя, кстати, выйти из класса без разрешения учителя. Но главное, вот с помощью этих же гаджетов нельзя записывать то, как себя ведет тот или иной ученик, или даже учитель. А сейчас это, в общем, есть и приобретает достаточно широкий такой масштаб. Поправки также предполагают, что педагоги смогут контролировать использование мобильных телефонов. Школьники будут пользоваться ими только в учебных целях или в экстренных случаях. Жесткая норма пока законодателям не предлагается. И все-таки в каждой школе, с участием педагогического коллектива и родительской общественности нужно решить, как будет этот вопрос регулироваться. Но если на уроках нельзя пользоваться мобильным телефоном, значит, правильнее всего его или вообще не приносить в школу. Но, учитывая, что могут быть разные ситуации, которые связаны с жизнью и здоровьем ребенка, значит, нужно, наверное, предусмотреть специальные места для хранения телефонов.